Общая хорда пересекающихся окружностей видна из центров под углами 90 и 60 градусов. Найти радиусы окружностей, если расстояние между их центрами равно корень из 3 плюс 1. Для начала сделаем рисунок. Запишем данное. Угол АО1В равен 90 градусов. Угол АО2В равен 60 градусов. О1О2 равно корень из 3 плюс 1. Найти О1А и О2А. Ведем переменные. Пусть О1А равно R малое. О2А равно R большое. Обозначим на рисунке. Рассмотрим треугольник АО1В. Угол АО1В 90 градусов. Страна АО1 равняется стране БО1. Так как это радиусы. И все это равняется R малое. Воспользуемся теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть АВ квадрат равняется АО1 квадрат плюс БО1 квадрат. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается АВ квадрат равняется радиус квадрат плюс радиус квадрат. Или АВ равняется R корней из двух. Также мы знаем, что О1Е пимпендикулярна стороне АВ. А так как это высота, приведенная в равнобедренном треугольнике к основанию АВ, следовательно, она будет являться медианой. Следовательно, О1Е – медиана. А в прямоугольном треугольнике медиана, опущенной гипотенузе, равна половине гипотенузы. Следовательно, О1Е равняется 1 и 2 АВ. Тогда О1Е равняется R корней из двух на два. Рассмотрим треугольник АО2Б. Треугольник АО2Б будет равнобедренный. Так как АО2 равняется БО2, так как они радиусы. И все это равняется R большому. О2Е пимпендикулярна стороне АВ. Отсюда мы можем сделать вывод. То, что в монобедренном треугольнике приведена высота к основанию АВ. Следовательно, высота будет являться бисектрисой и медианой. Так как О2Е – бисектриса, следовательно, угол АО2Е равен половине угла АО2Б. Подставим сюда наше значение. Получается 1 вторая от 60 градусов. Это будет 30 градусов. Рассмотрим треугольник АО2Е. Это прямоугольный треугольник. Напишем синус угла АО2Е. Синус угла АО2Е равен отношению противолежащего катета к гипотенузе. То есть АЕ на АО2. Выразим отсюда АЕ. АЕ будет равняться АО2 умножить на синус 30 градусов. Подставим сюда наше обозначение. Получается АО2 – это R большое, а синус 30 равен 1 второй. И получается R большое на 2. Ранее мы сказали, что О2Е – это медиана. Следовательно, отрезок АВ равен двум отрезкам АЕ. Подставим сюда наше значение. Получается 2 умножить на АЕ. АЕ – это R на 2. Это будет просто R большое. Тогда у нас получается, что АВ равняется R большое. И ранее мы получили, что АВ равняется R корней из 2. Напишем косинус угла АО2Е в треугольнике АО2Е. Косинус угла АО2Е равен отношению прилежащего катета на гипотенузу. То есть О2Е деленное на О2А. Выразим отсюда О2Е. О2Е будет равняться О2А умноженное на косинус 30 градусов. Подставим сюда наше значение. Получается, О2Е – это радиус большой умножить на косинус 30. А косинус 30 – это корень из трех на два. Заменим радиус большой на радиус малый из ранее полученного выражения. Тогда у нас получается R корней из двух умножить на корень из трех деленное на два. Тогда О2Е равняется R корней из шести деленное на два. Отрезок О2О1 равен сумме двух отрезков. О2Е плюс О1Е. Подставим сюда наше обозначение. Отрезок О2О1 по условию равен корень из трех плюс один. О2Е – это R корней из шести деленное на два. Это мы получили ранее. Плюс отрезок О1Е. Отрезок О1Е равен R корней из двух на два. Мы также его получили ранее. Вынесем общий множитель R корней из двух на два в правой части. Тогда у нас получается корень из трех плюс один. Разделим обе части выражения на корень из трех плюс один. Тогда у нас получается 1 равен R корней из двух на два. Тогда R равен 2 деленное на корень из двух. Сократим. Получается радиус малой окружности равен корень из двух. Тогда радиус большей окружности из ранее полученного выражения равен R корней из двух. Подставим сюда радиус малой окружности. Получается корень из двух умножить на корень из двух. Это будет два. Запишем ответ. Радиус малой окружности О1А равен R малое или корень из двух. Радиус большей окружности О2А равен R большое или два. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.